Базба, расскажи, что происходит. Борьба. Больше слов не знаю. Но у нас сегодня непростой день. Сегодня день рождения Георгию Таутиеву. Я в час этого взял очки и буду сегодня бороться только вверх. Что ты видишь? Вижу глаз. Скажут, секретики. А ты подскажешь какие-нибудь секретики, Катя? У нас есть кручин, вверху я плохо забрала. Катя, как тебе он от Дуба? Мне очень нравится. Очень классная обстановка на самом деле. Уголочек такой у вас. Я говорю, правда, священное место. Собралась просто невероятно. Ты делаешь короткие амплитуды? Да. Короткие? Ты начинаешь с полной и заканчиваешь короткие или наоборот? Начинаю с полной. Расскажи про свои ощущения после того, как ты завоевала золотую дубль. Счастье было, если честно, непередаваемое. Но мне немножко не хватило борьбы. Не хватило борьбы в финале на правой руке, потому что я именно хотела бороться. Я очень сильно расстроилась, когда дали финал. Дали фол в финале и, получается, борьбы не было. Отдали мне победу. Немножко грустненько было. Хотелось за рубль. Знаешь, как всегда, в финале это бывает, чтобы и видео было. Да, чтобы победа была такой яркой. Но в любом случае, моей радости от того, что два золота это не убавило нисколько. Причем, знаешь, наверное, даже больше радости еще не от самого момента победы, а сколько я получила приятных слов от людей, которые знают, как я этого хотела и как долго к этому шла. Сейчас секретчики будут, слушаю. Скажи, что ты можешь пожелать людям, которые всего лишь на пути к такому названию, как чемпион мира? Знаешь, не сдаваться, это знаешь, как мне... Я вот всегда говорю, для меня слово невозможно. Мне когда-то сказали, что, Катя, да невозможно, но ты посмотри, какие они, ты не выиграешь. Для меня слово невозможно, это только повод, чтобы начать. Поэтому, чтобы, если у них появился повод, чтобы они его не бросали. Отлично. Вот этот год был настолько не спланированный. Я ехала в этом году на чемпионат России. Я не ехала выигрывать, побеждать и взять золото чемпионата мира. Ты знаешь, да, что я уходила, немножко не боролась и решила там взять перерыв. На России я поехала больше мужа поддержать и встретить всех своих друзей, потому что, ну, ты знаешь, это пусовка наша, от которой всегда хочешь всех увидеть, хочешь со всеми пообщаться. И я в этот раз так же поехала на Россию. Но получилось, что я Европу выиграла, выиграла мир, потому что я в любом случае тренировалась, хоть и не ставила цели. Поэтому пока у меня целей на следующий год каких-то глобальных нет. Я сделала сейчас свой максимум, а дальше будем смотреть по ситуации. Субтитры сделал DimaTorzok Один вопрос. Скажи, у тебя есть какая-то великая цель, к которой ты идешь по шагам? Ну, вот чемпионат мира как хотел стать, стала, да? Ну вот для себя, что ты хочешь донести людям? Какая твоя миссия? Самое главное, наверное, это любить то, что ты делаешь. И когда ты любишь то, что ты делаешь, когда ты нашел то, что ты любишь, вот так даже наоборот, тебе обязательно придет, ты добьешься того, чего хочешь. Когда-то, когда я первый раз выиграла первенство России, я даже подумать не могла, что я пойду дальше, я стану заслуженным мастером спорта, я выиграю чемпионат мира. Я просто любила это, я просто этим занималась, я горела, я шла, тренировалась, боролась и не ставила себе яптом. Пришла сюда, чтобы стать чемпионкой мира, такого не было. Просто я любила это. И вот это к этому привело. Любить, любить то, что ты делаешь, любить то, что тебя окружает, заниматься именно тем, чем ты хочешь, а не идти на поводу, не знаю, каких-то устоев, и у всей толпы, да, обстоятельств. Благодарю тебя.